МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в музее с жертвами политических репрессий, в государственной пограничной службе. И в сегодняшнем нашем выпуске мы расскажем о людях, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Музей жертв политических репрессий расположен в административном здании аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана. Помещение для музея выбрано в этом здании не случайно. После 1925 года в нем функционировали главные репрессивные органы государства, имеющие самое прямое отношение к судьбам десятков тысяч наших соотечественников – АСЧК и НКВД. Создание музея жертв политических репрессий Азербайджана возникло у руководства Государственной пограничной службы в 2015 году. Был создан специальный из военнослужащих специальный комиссия, которая начала готовить документы по созданию данного музея. Когда я говорю документы, это означает, что под рукой у нас практически не было никаких бумаг, никаких свидетельств, никаких документов. У нас даже не было четкого понятия, четкой картины того, каким должен быть этот музей. Ибо в Азербайджане нет такой практики, нет такого аналога, такого музея. Поэтому мы начинали не то что с нуля, а может даже с минус один. Значит, шла одновременно работа в двух направлениях. Готовили помещение под музей, и одновременно, параллельно с этим, шла работа по собиранию архивных документов, которые свидетельствовали, которые подтверждали различные существующие мнения, существуют даже гипотезы, легенды, что подтверждало, что опровергало. И поэтому где-то около четырех лет шла вот эта параллельная работа. Готовили помещение и собирали документы. Уже более восьми десятков лет прошло с начала Большого террора 30-х годов прошлого века, когда были репрессированы, уничтожены или сосланы в лагеря ГУЛАГа миллионы советских людей, в том числе сотни тысяч жителей Азербайджана. К сожалению, и в советское время тем более, даже в годы, первые годы нашей независимости, к сожалению, вопрос политических репрессий в обществе, в научной среде был не так уж популярен. По какой причине, я трудно сказать, я сейчас точно не могу сказать. Дело в том, что как бы не отражалось и ни в учебниках средней школы, ни в курсах для высшей школы. Как бы тема, когда мы говорили о репрессиях, в первую очередь сразу вот у нас, когда к нам приходят посетители, я спрашиваю, кто знает о репрессиях, кто репрессированный. Он это называет, сначала все в один голос говорят, это все Джавид, потом Михаил Мишквик, я его спрашиваю, потом Ахмад Джавад, когда вы думаете, давайте еще появляется заминка. Уже четвертого вспомнить уже немножко становится трудновато. Хотя, по нашим приблизительным подсчетам, по всему Азербайджану политическим репрессиям подверглось около 100 тысяч человек. И если считать, что от ареста, от заключения, от расстрела главы семьи, страдал и члены семьи, получается где-то 400-500 тысяч человек в среднем. Основной удар был нанесен по рядовым гражданам. Учителя, пастухи, колхозники, виноватые без вины, испытывали муки унижения и гибли в лагерях, не понимая за что. Но тройка имела разнарядку. И в документах появлялись статьи Уголовного кодекса, за которые человек попадал на Колыму, шпионаж в пользу Ирана, принадлежность к троицкой группировке, контрреволюционная деятельность и тому подобное. Однако не лучше оказалась судьба и партийные элиты. Только в 1937 году в Азербайджане арестом подверглись 22 народных комиссара, 49 секретарей районных партийных комитетов, 29 председателей районных исполнительных комитетов, 57 директоров заводов, 95 инженеров, 110 военнослужащих и так далее. Создавая музей, мы тем самым отдавали должное, дань памяти тем людям, которые понесли незаслуженное наказание, начиная с 20-х годов, 20-е, 30-е и последующие годы. Мы считаем, что в Азербайджане начало репрессии положено 29 апреля. Именно в этот день заместитель председателя временного революционного комитета Азербайджана Мирзан Давуд Гусейнов обратился к населению, письменно обратился к населению. И в этом обращении есть примечательный момент, где говорится, что на белый террор мы ответим красным террором. Ну, представляете, 29 апреля большая часть населения, города, не говоря о уездах, вообще не знали, что произошло днем раньше ночью, кто пришел к власти и кто ушел. И еще нет никаких признаков того, что появится какое-то сопротивление новой власти. А власть уже обнажила свой меч и заявила, что на ваш, на белый террор мы ответим красным террором. Вот именно 29 апреля, по нашему мнению, можно считать началом политической репрессии в отношении граждан Азербайджана. Общее число граждан, репрессированных в Азербайджане в 1920-1950 годах, составило 400 тысяч человек. На стендах в главном зале музея размещены копии документов, доказательства преступлений, совершенных государством в отношении собственного народа. Один из них посвящен военным деятелям Азербайджана, генералам, служившим в период Азербайджанской демократической республики. Это Габиб Бек Салимов, Ферудин Бек Визиров, Сулейман Бек Сулькевич, Ибрагим Агаусупов, а также военнослужащим Азербайджанской ССР, генералам Джамшиду Нахичеванскому и Гамбаю Визирову. С 22-го года, начиная, в Азербайджане началась борьба с левыми эсерами. Здесь в Баку было, значит, довольно-таки сильное отделение партии левых эсеров. И на это уже начиналось с 22-го года огонь критики наброшился на них. Было арестовано очень много левых эсеров, высланы из Азербайджана, сосланы. Среди репрессированных и представителей азербайджанской молодежи. В январе 1920 года отправленной правительством Азербайджанской демократической республики на учебу в европейские вузы. 38 из 56 специалистов с высшим образованием после возвращения в Азербайджан были расстреляны. Государство, думая о будущем народа, о будущем республики, за свой счет отправило за границу на обучение 100 студентов. Причем учились они в самых престижных вузах Франции, Италии, Германии в основном и Турции. Через 5-6 лет, в 1925-1926 году, когда они завершили учебу, должны были вернуться в Азербайджан. Такого было условия, когда их направляли за рубеж. Некоторые поняли, что здесь уже не та ситуация, которая была, когда они уезжали за границу, совсем не приехали. Были те, которые приехали, побыли здесь несколько месяцев, уехали. Но в итоге из этих 100 человек, 56 человек все-таки решили остаться в Азербайджане, работать по специальности. Настоящие руководители производства, руководящие работники, но не тут-то было. Начиная с 1927 года, по отношению этих 56 человек, начались также политические репрессии. В музее особое внимание уделяется женщинам, жертвам политических репрессий. На одном из стендов информация о пяти женщинах, которые были расстреляны. Хадычи Каипова, азербайджанская пианистка. Мадина Гиязбейли, преподаватель Азербайджанского медицинского института, член редколлегии журнала «Щарькаданы». Неймед Меликова, педагог. Азербайджанская актриса Панфилия Таналииди, выступающая под псевдонимом Сурая Зангизурская. И Айна Султанова, партийный и государственный деятель Азербайджанской ССР. Одна из первых азербайджанских женщин-революционерок. Репрессии, когда мы этот музей создавали, делали, я сказал, что у нас практически с минуса начинали. Мы решили, создавая вот эти наши экспонаты, собираем документы, делаем вот эти инсталляции, подготавливаем вот эти стенды. Старались довести до наших посетителей, до будущих наших посетителей информацию о том, что репрессия касалась практически каждого слоя категории людей, каждого слоя общества. Здесь можно познакомиться с копией документа о ссылке Щукри Ахунзаде, жены известного поэта Ахмеда Джавада, которую не спасло даже наличие на ее попечении четырех малолетних детей. Здесь же документы о 44 азербайджанках из печально знаменитого Алжира, Акмалинского лагеря жен изменников родины. Члены семьи изменников родины, вот для этой категории осужденных в Советском Союзе, на территории Советского Союза было, значит, создано специально три конституционных лагеря. Одна из них в Мордовии, другая недалеко от Новосибирска, и третий лагерь, это местечко Акмала, это где-то 30-35 километров от столицы, новой столицы Казахстана, Астаны. Акмалинский лагерь. Ну, Акмалинский лагерь был настолько популярным, он уже и в документах, и везде, как бы он рассматривался как отдельная единица, но на самом деле это Акмалинский лагерь был составной частью Карагандинского лагеря. И очень много, значит, когда мы музей, значит, только-только открывали, готовили документы, мы обратились в музей, который действует на территории вот этого бывшего лагеря, и оттуда нам прислали список 44 женщин, которые отбывали там наказание, как жены изменников родины. На сегодняшний день нам известно где-то около 90 женщин, жен бывших руководителей, там, партийных, советских органов, деятелей культуры, литературы, искусства, которые, хозяйственных руководителей, которые были осуждены на 5-8 лет и отбывали наказание в Акмалинском лагере. А обитатели этого лагеря, между собой свой лагерь назвали Алжир, он так и более популярно, вот это название Алжир, и расшифровка его такова, что Акмалинский лагерь жен изменников родины. Отдельный стенд посвящен великому драматургу и поэту Гусейну Джавиду. Во-первых, все эти писатели Азербайджана, известный азербайджанский поэт, Гусейн Джавид сказал, что когда они обвиняли в том, что он не отражает своих произведений реального, действительного, существующего, он стал открытым, где-то даже наивно сказал, что, друзья, в этой стране, в этой республике нет того, нет, ничего меня не вдохновляет, меня ничего не вдохновляет на написание тех произведений, которые вы от меня требуете. Вот единственная вот вина, будем говорить, этих людей была в том, что вот эти люди, их повторяю, с оружием в руках не воевали, ничего не выступали, ничего не требовали, их вина была в том, что они просто не воспринимали вот существующую идеологию. В этом была их самая большая, самая главная их вина. Посетители могут увидеть в музее копии актов и справок о расстреле поэта Микаэла Мушвига, педагога Тагиш Ахбази, актера Аббаса Мирзайшари Фзаде и других, чьи имена сегодня составляют славу и гордость народа. И хотя здесь представлены действительно говорящие документы, но есть и не менее впечатляющие экспонаты, позволяющие посетителям прочувствовать то, что ощущали в этом здании попавшие в него жертвы политических репрессий. В музее восстановлены камеры, в которых содержались арестованные, карцеры, комнаты допросов и места расстрела, приговоренных к смертной казни. Обычно у наших посетителей возникает вопрос, при чем тут государственная пограничная служба, где же политические репрессии и где государственная пограничная служба. По идее, этот музей должен был находиться в ведении другого ведомства. Изюминка в том, что именно в этом здании, вот там, где сейчас мы находимся, где сейчас создан музей, в 30-е годы располагалась, в этом здании располагалась Азербайджанская чрезвычайная комиссия, потом переименовали было Азербайджанское государственное управление, государственное политическое управление. И все известные судебные, политические, судебные процессы проходили в этом здании. В этом здании, значит, было, значит, созданы отдельные камеры для пыток, здесь были отдельные камеры для содержания арестованных, и, к сожалению, здесь же были устроены помещения для расстрела арестованных политических заключенных. Вот потому, что, потому как эти события, вот события репрессий происходило в этом здании, потому и здесь же было решено создать музей жертв политических репрессий. Вот исходили из этого принципа. Однако экспозиция свидетельствует не только о жертвах большого террора. В ней широко освещены и другие печальные страницы азербайджанской истории в период с 20-х до 50-х годов. На стенде «Говорящие документы» размещена в числе прочего копия одного из первых актов, принятых 1920-1930 годах, узаконивающих репрессий. Указ коменданта города Баку от 26 мая 1920 года. В нем, в частности, говорится, дом, из которого будет произведен выстрел, подвергнется пушечному обстрелу. Каждое лицо с 16 до 50 лет будет расстреливаться без суда. Подающий сигнал и знак будут расстреляны на месте. Еще один документ, привлекающий внимание, решение ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года. Он определяет, что на процесс расследования и рассмотрения уголовных дел по актам террора выделяется не более 10 дней. Допросы должны проходить без участия сторон. Кассационная жалоба на вынесенный приговор, в том числе прошение о помиловании, не рассматриваются. Смертная казнь исполняется на месте сразу после вынесения приговора, без суда и следствия. Несмотря на то, что после развенчания 20-м съездом КПСС культа личности Сталина во второй половине 1950-х годов, а жертвы политических репрессий были реабилитированы, получить о них информацию было практически невозможно. Лишь после опретения нашей страной независимости, после того, как общенациональный лидер Гейдар Алиев 15 марта 1996 года подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий, «Эти белые пятна нашей истории получили правовую оценку». Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из архива политических документов управ делами президента Азербайджана, государственного архива кино- и фотодокументов Национального архивного управления Азербайджана, архива службы государственной безопасности. Некоторые документы были предоставлены архивами России и Музеем политических репрессий Казахстана Алжир. Музей планирует продолжить работы по налаживанию контактов с музеями репрессий, функционирующими в местах бывших исправительно-трудовых лагерей на территории России и Казахстана, по сбору сведений об азербайджанских осужденных в этих лагерях, по созданию новых экспозиций, привлечению к работе родственников жертв репрессий и поиску документов и вещей, принадлежащих жертвам политического террора. Открытие Музея политических репрессий – это огромный вклад в историю нашей страны. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин